Фестиваль проходил в городе Туймазы с 15 по 17 июня. Участие приняли 23 сборной команды региона. Дети от 11 до 15 лет. Ребята соревновались в самых разных дисциплинах. Это метание меча и стрельба из электронного оружия, плавание, бег на короткие длинные дистанции, отжимания и подтягивания. В последнем свой личный рекорд побила Замат Каюмов. Самый трудный вид был для меня бег на 1 километр 500 метров. Самый легкий был бег на 60 метров. Почему сложно было на большую дистанцию, а легко было на короткую дистанцию бежать? Потому что у меня дышки не хватает бежать на большую дистанцию. Я старалась бежать, но меня на последнем кругу догнали и обогнали. Лучший результат я показала на подтягиванность. Я подтянулся 13 раз и принес очки команде. Помимо Замата в состав команды вошли еще 7 юных спортсменов. Их выбрали из 80 школьников, которые сдавали нормативы в рамках муниципального этапа летнего фестиваля ГТО. Это обучающийся школ Силанова-Кабанова, Раздоля, Кориева и Новый Каинлык. Примечательно то, что каждый участник команды имеет в своем арсенале золотой знак отличия. ГТО я сдаю для себя, чтобы проверить свои нормы. В том году мы ездили в город Салават, сдавали ГТО, несколько видов. В этом году я поехала в Туймазы, также сдавали виды, несколько видов. Я получила золотой значок. Было легче всего на метании мяча. Там я почти побила свой рекорд 43 метра. А было, конечно же, тяжело на дистанции 2 километра, потому что эта дистанция, она длинная, и не каждый может ее пробежать на хороший результат. В итоге? В итоге я прибежала с 7 и 17 человек. У нас все-таки это хороший результат. Да. Я дальше буду заниматься ГТО, потому что мне это нравится. Я хочу побить все свои рекорды в норме ГТО. Мы уже заранее начали готовиться к зимнему фестивалю ГТО, потому что зимой мой любимый вид спорта – это лыжные гонки. Победители фестиваля определялись как в личном, так и в командном зачете по трем группам. Среди муниципальных районов с сельским поселением краснокамцы заняли третье место. Ребята показали очень хорошие результаты, улучшились, очень сильно порадовали в плавании. Все ребята улучшили свое время на 15-20 секунд, то, что они показали по сравнению с первым этапом. Немножко подвела стрельба, ребята могли бы намного лучше выступить, но будем над этим работать, и в следующий год команду подготовим уже намного лучше. Результатом способствует работа ребят в течение года. Они занимаются в своих школах, с ними занимаются их тренера, учителя физкультуры. Мы очень благодарим их за подготовку ребят и надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними, потому что они будут нам помогать в подготовке ребят к зимнему фестивалю следующему и к следующему году, к летнему фестивалю. В физкультурно-разразительном комплексе «Приками» состоялось торжественное награждение участников фестиваля. Ребятам вручили общекомандный диплом и кубок. Каждый юный спортсмен получил благодарственное письмо, а также сертификат на посещение бассейна. Редактор субтитров А.Семкин